друзья всем привет сегодня мы с вами будем разбирать установку и подключение вентиляционных диффузоров системы клип система точно такая же как и на светильниках данной фирмы то есть идет такая большая закладная и затем как пальцами зажимается полотно полотно соответственно может быть как пвх так и тканевая все это установим подключим вентиляцию есть возможность сделать как пассивная диффузор то есть если у вас канальный вентилятор стоит где-то далеко также и вентилятор можно устанавливать сюда попробуем сэкономить место то есть высоту потому что изначально достаточно много высоты забирается попробуем немного хотя бы но сэкономить пару-труйку сантиметров и также еще в них можно установить пожарный датчик либо умную колонку яндекс алиса закладные идут одинаковые они сделаны из пластика могут соединяться друг с другом то есть можно две штуки три штуки в ряд углом либо квадратом их собрать на закладной имеется вот такая выемка в которой и будет зажиматься полотно ответная часть она сделана из алюминия и на ней тоже есть такой ответный паз то есть мы натягиваем полотно делаем отверстие меньшего диаметра чем наша закладная и затем ответной частью притягиваем притягиваем и зажимаем полотно вентиляционный диффузор пассивный то есть когда у вас вентилятор где-то стоит размер здесь примерно 125 то есть под 125 трубу но знаете трубу у всех разного диаметра то есть вот я купил такой вот переходник на прямоугольную трубу и он у меня например странноватый то есть труба такого же диаметра как и сам переходник на сотом например труба надевается сверху бывает что они втыкаются вовнутрь то есть у каждого производителя все это по-разному и желательно с собой взять закладную тогда уже идти в магазин и подбирать то есть мне пришлось вот эту трубу надрезать и немножечко ее так скажем уменьшить с клей до чтобы она была меньшего диаметра и втыкалась во внутрь данного переходника то что снаружи она не налазит приходится втыкать ее вовнутрь труба вентиляции и сама закладная то есть сюда мы все это втыкаем я бы естественно еще по периметру намазал герметиком потом все это сделал и в принципе все тут у нас дальше пошла труба тут у нас закладная стоит сюда останется потом установить только те части которые втягивают потолок и декоративно закрывают отверстие теперь активная вытяжка то есть а где вентилятор установлен тут закладной я думаю это будет более популярный вариант потому что мало у кого организована система рекуперации чтобы вентиляторы стояли где-то там глубоко в отведенном для них вместе и так та же самая закладная вентилятор к этому вентилятору для его крепления есть вот такая специальная пластиковая штука то есть я бы его сюда приклеил но он затягивается хомутом это мы при монтаже с вами все посмотрим то есть вот получается крепление вентилятора вот закладная сюда прикручивается уже получается достаточно большая высота далее идет часть трубы и нам же с вами нужно повернуть на плоскую трубу то есть вот еще такая часть сюда одевается и весь вот этот пирог суммарно он почти 18 сантиметров то есть очень большой пирог получается на самом деле и начал я сидеть мозговать как бы все это уменьшить ведь каждый сантиметр у нас на счету чтобы потолок у заказчика был как можно больше одно решение я придумал сама второе решение мне подсказал дима за что ему большое спасибо мое решение вместо вот такого сотого переходника который сюда достаточно плотно будет одеваться то есть переходник часть трубы и потом вентилятор мы берем 120 он он сюда проваливается и вентилятор у нас получается частично внутри и так как тут все большое я не думаю что там будут какие-то такие лютые завихрения что прям воздух не пройдет то есть вот в таком состоянии у нас уже гораздо меньше расстояние будет забираться от вашего существующего потолка вот при таком расположении получается приблизительно 13 сантиметров весь этот пирог а был почти 18 то есть это мы с вами сэкономили аж 5 сантиметров другой способ при котором мы оставляем сотый переходник крыльчатка вентилятора находится внутри диаметр совпадает с переходником и сверху одевается труба в принципе как посоветовал дима попробовать спилить вот эту часть пластиковую и получить вот такой вариант то есть я спилил три сантиметра и эти же три сантиметра мы с вами сэкономим то есть теперь вентилятор будет заходить в этот переходник так как диаметры у них одинаковые все это скрепится и от центруется трубой то должно быть нормально то есть вентилятор вот видите сразу там располагается и теперь эта конструкция будет занимать меньше расстояния на три сантиметра обрезать вентилятор это конечно мой колхозный вариант делать так или нет это решать вам вы можете найти более узкий вариант вентилятора можно его купить на озоне но он стоит достаточно дорого порядка 6000 рублей либо где-то в строительных магазинах но я если честно в наших не встречал и парни сейчас работают над тем чтобы сделать узкий вентилятор но чтобы он был более доступен по цене как использовать все то же самое но для пожарного датчика закладная то же самое сзади добавляется вот такая пластиковая часть она устанавливается задней стороны прикручивается и получается такое более глубокое отверстие в которое можно установить как пожарный датчик так и умную колонку яндекс можно как самую маленькую так и побольше то есть если у вас есть умный дом то вам не надо везде расставлять эти колонки они у вас будут присутствовать за потолком то есть она будет слышать команды будет отвечать но сами колонки вот так вот стоять на виду не будут это была теоретическая часть и теперь переходим с вами практике установим все три диффузора то есть пассивный вентиляционный диффузор с вынесенным канальным вентилятором установим активную вентиляцию и также поставим либо пожарный датчик либо умную колонку погнали сразу хочу подготовить вентилятор к установке вот эта пластиковая часть она будет крепиться вот таким образом вот к самой площадке вот этот большой хомут он сразу же в комплекте то есть для того чтобы потом можно было поменять вентилятор он не приклеивается затягивается хомутом ну хотя я бы может немножко клей капнул чтобы его хорошо зафиксировать отрезок трубы который мы будем одевать сюда получается вот такая конструкция практически как заводской вентилятор но сюда вовнутрь мы сможем ставить переходник вот видите таким образом и все получается прям четенько а заводским вентилятором так не получится потому что диаметр корпуса и диаметр поворота они абсолютно одинаковы кусочек трубы до конца одеваю на вентилятор не приклеиваю пока на угловой переходник наносим клей и теперь аккуратненько заводим об до конца и оставляем на некоторое время для ускорения процесса можно воспользоваться отвердителем убираем вот такой переходник готов вентилятор тоже готов теперь можно дополнительно проклеить прям по всему периметру чтобы клей затек туда вовнутрь еще раз проверим на всякий случай так все сюда четко встала все крутится не задевает перед тем как устанавливать саму закладную я бы ее предварительно вот таким образом отдел саму вентиляцию потому что вентиляцию мы с вами потом не сдвинем вот это получается минимальное расстояние вот так сейчас мы ее центруем закрепляем на уголки и затем еще раз проверим то есть вентилятор я сейчас прикрутил к самому основанию вот он прикручен для того чтобы можно было хорошо от центровать а то мы криво сделаем и лопасти потом могут цеплять оба вентиляционных диффузора установлены тут 125 труба тут сотая труба сотую как я уже показывал вентилятор доработал в 125 можно его также установить только тогда ничего выпиливать не надо и при использовании 125 трубы вы можете сэкономить еще пару сантиметров по высоте если вытяжка у вас пассивная будет тогда только 125 труба чтобы вокруг не было подсоса воздуха так как если вы будете использовать сотую то видите вокруг здесь оставляется пространство где будет подсос воздуха к вентилятору сразу же подводим питание устанавливал я его совместно с ответной частью для того чтобы он правильно концентровался чтобы та часть потом легко воткнулась поэтому установил центральной частью подключил питание закрыл декоративным колпачком затем вот эту часть которая будет зажимать полотно не забудьте снять а то натянете с ней и потом попадете в просак диффузор где будет установлена либо яндекс колонка либо пожарный датчик для яндекс колонки я сделал такую доработку можно сказать такой вот выпил для того чтобы можно было подлезть и достать блок питания то есть вот на уголке я закрепил розетку после того как будет натянут потолок я смогу заменить все это то есть я могу выткнуть блок питания если мне надо яндекс колонку забрать либо заменить и также через это отверстие я смогу подлезть и воткнуть новый блок питания провода смотал то есть вот здесь торчит небольшой хвостик для того чтобы подать питание на яндекс колонку если у вас будет пожарный датчик примерно на батарейках то еще проще его остается только закрепить если проводной то конечно же выпил делать не надо просто вытаскиваем провода в отверстие которые здесь были и потом подключаем сам датчик подключил питание вентилятор работает все нормально все проверил можно натягивать алису я закрепил вот таким способом то есть это липучка прикрутил ее вот там на саморезы можно конечно еще с четвертой стороны но здесь я выпилил для вывода проводов можно вот здесь сделать то есть если вы захотите потом алису вытащить значит правда ничего не говорит потому что интернета нет алиса привет не без интернета ничего не хочет алиса включи bluetooth отсутствует подключение к интернету вот так ничего нам не будет делать то есть когда ее захотите снять вынули забрали питание и все назад закрепить в принципе легко либо можно какие-то резиночки тут прикрутить чтобы вот так одеть на нее и закрепить одной рукой неудобно так вот залепили и все с креплением колонки на липучку это просто я использовал то что у меня было с резинкой конечно это получится более эстетично резинка это называется шляпная резинка то есть вбиваете в каком-нибудь marketplace и шляпная резинка и они бывают разного диаметра подобрали ее просверлили отверстие и сделали вот такой вот крепеж тогда крепить алису либо другую колонку может там века или еще что-то будет более эстетично и более практично также подвод питания к умной колонке друзья это решайте сами как делать я сделал сюда розетку можно разрезать провод удлинить его и поставить блок питания где-нибудь в доступном месте например в шкафу либо может у вас где-то еще вентиляционная решетка будет и расположить сам блок питания и розетку в том месте где у вас будет доступ это тоже друзья решайте сами как сделать просто у меня вот это алиса она так скажем последняя которая вышла и у нее там уже идет тайп си то есть не такой вот штырек как обычно мы привыкли на блоках питания тайп си ну и зачем мне его портить я сделал вот таким образом вы решите для себя сами уже как вам удобнее начинаем установку нащупываем наше отверстие это пассивная вентиляция давайте сделаем отверстие я буду его делать где-то на сантиметр меньше по радиусу примерно на глаз вот так вот поддавливаем рукой смотрим и вырезаем для пассивной вытяжки ответный элемент вот такой средине здесь закручивается ограничитель давайте установим его так руками максимально задавливаем об чтобы отверстие совпадали и закручиваем достаточно глубоко втягивается полотно примерно миллиметра два на глаз закручиваем остальные саморезы теперь устанавливается такая сеточка на ней имеются лапки которые цепляются за вот эти вот перегородки по диагонали и ставим так чтобы эти лапки зацепились вот сетка установлена и теперь закручиваем такой вот ограничитель который закрывает все это отверстие то есть при желании можно закрутить до конца и воздух у нас почти не будет проходить либо открутить чтобы щель было больше закручиваем этот ограничитель можно вот например вровень с потолком установить и будет у вас тут такая небольшая щель либо если вы хотите перекрыть подачу воздуха закручиваем до конца закрутили и все у нас теперь воздух поступать не будет либо же оттока воздуха не будет и оставлю вот так вот вровень с потолком не так больше всего нравится следующий диффузор с вентилятором точно также вырезаю запасом как минимум в сантиметр я хоть изначально и примерял сюда белую но что-то мне захотелось установить сюда черный так теперь надо ее отцентровать закручивается ответ на алюминиевая часть на вот такие вот саморезики желтые они в комплекте есть значит как балбес куда-то их подевал не знаю хватит ли мне их офигенно удобно ставится ничего клеить не надо все везде четко и ровно также решетку можно подвесить на такой вот тросик и теперь при обслуживании вентилятора вам решетка не мешает вы ее убрали и она у так будет висеть на тросике тут все необходимые манипуляции сделали и устанавливаем решетку назад вот как и устанавливать сейчас вы увидите для того чтобы она держалась используются такие вот магниты которые примагничиваются вот к этим саморезиком потому что вот эта часть она алюминиевая к ней магнит не прилипнет на решетке здесь кстати сразу приклеена сеточка чтобы всякий мусор не попадал вентилятор и теперь примагнитим примагничиваем все готово стиляжная такая штуковина получилось прям класс датчик кстати батарейку я не включал либо он ударился пока ехал к нему батарейку подключаешь и он начинает бешено орать поэтому извиняйте но теста датчика не будет потому что я вынул с него батарейку а как правильно расположить вот эту ответную часть вы можете увидеть это посмотрев на нее саму то есть тут по одному отверстию и есть два отверстия два отверстия это там где будет располагаться тросик на котором висит решетка и точно также на части которая расположена за потолком тоже есть два отверстия то есть их совмещаем и все окей теперь устанавливаем магниты 1 2 3 а 4 самореза у меня нет и решеточка решетки бывают абсолютно разного вида разного дизайна это вы можете выбрать себе какой вам больше по вкус все установил для примера вот еще несколько видов решеток такая такая кстати они есть и под гипсокартон то есть вот эта часть шпаклевывается и точно также потом устанавливается решетка то есть вот это для датчика и они также есть конечно же для пассивной вентиляции для активной вентиляции только в исполнении для гипсокартона как же найти данную систему набираете в поисковике клип то есть клип это общее название и вот это примеру система blend то есть для вентиляции или просто набирать теневая вытяжка клип или светильник клип и все вам выйдет ну например на зоне вы можете все это набрать и вам все появится выберите нужный вам товар и запросто купите будете использовать у себя на объекте а если вы захотите стать дилером и купить много таких решеток то я вот вам выведу qr-коды по ним перейдете и договоритесь с производителем о поставке данных решеток либо светильников вам в большом объеме по хорошей цене давайте попробуем сымитировать подачу воздуха дымом красиво вытяжной вентилятор работает но это не столь явно видно то есть он не такой мощный чтобы прям поток дыма туда уходил но вот например кусок полотна все видите вентиляционные диффузоры как пассивный так и активный также и для пожарного датчика либо для умной колонки можно использоваться легко устанавливается классно смотрится и легкий доступ к вентилятору то есть убираем решетку если вдруг вентилятор сломался его достаем меняем заменяем никаких проблем если у вас есть отдельная система то берем такие вот пассивные диффузоры ставим канальный вентилятор врубаем его на мощу и тогда у вас прям будет хорошая прокачка воздуха можно использовать хоть на подачу можно хоть на вытяжку хоть как я надеюсь видео для вас было полезно увидимся в новых видосах всем пока удачи